Здравствуйте! Время новостей на телеканале КОКЩЕ, в студии Араилам Жанатказа и в начале коротко о главном. Основа развития государства, стабильности и единства под таким девизом прошла 27-я сессия Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Подробности уже через несколько минут расскажу вам я, Эльмира Оспанова. Общий туристический поток в Акмолинский регион вырос на 6% и превысил отметку в 1,3 миллиона посетителей. Подробнее об этом расскажу сегодня я, Эдуард Погребицкий. Любовь Мартин работает кондуктором пассажирского транспорта в Кукшетау более 16 лет. Нельзя допускать распространение международного терроризма. Для этого необходимо совершенствовать законодательную и организационную базу, искать комплексные подходы и реализовать правильную информационную политику. Так заявил глава государства Касым Жумар-Токаев во время проведения заседания Совета безопасности. На совещании были рассмотрены вопросы повышения эффективности в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Также с докладом выступил председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагымбаев. Руководители ряда отраслево-государственных органов рассказали о проводимой работе. Внеплановые проверки объектов теплоснабжения будут проводить в Казахстане. В ходе пленарного заседания Можилис во втором чтении принял закон о теплоэнергетике, а также сопутствующей ему поправке. Законопроект, усиливающий ответственность крупных предприятий, направлен на рассмотрение Сената. Ранее в отношении теплоэнергетики не существовало закона или единого ответственного уполномоченного органа. По словам депутатов, из-за этого контроль за отраслью не производился, оставляя ее без присмотра. 53% тепловых сетей и котельных в стране полностью изношены. Вместе с тем непродуктивные посредники в сфере энергоснабжения теперь будут исключены из структуры рынка электрической энергии. Компаниям будут предъявляться строгие требования по закону, а тарифы будут регулироваться государством. Деньги, полученные от населения, они должны направлять на ремонтные работы или модернизацию. Если не могут правильно использовать свои ресурсы по установленному тарифу, будут нести ответственность платить штрафы. Основа развития государства – стабильность и единство. По таким девизам прошла 27-я сессия Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. На заседании обсудили реализацию задач, поставленных главой государства на 33-й сессии АНК в Астане. Отметили заслуги волонтеров в Дни паводков, а также представили новых членов Акмолинской ассамблеи. Подробнее в материале нашего корреспондента. На открытии сессии Аким области председателя Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Марат Ахмеджанов отметил важность единства для развития страны и благополучия жителей. Несмотря на подтопление в 95 населенных пунктах и то, что в 6 районах области был введен режим ЧАЭС, в тяжелые дни паводков удалось не допустить человеческих жертв. Марат Ахмеджанов выразил благодарность за проделанную работу волонтерам Акмолинской ассамблеи, которые сыграли большую роль в помощи пострадавшим. В своем выступлении на 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство, стабильность, развитие» глава государства Касымжумар Токаев напомнил, что страна вступила в практическую стадию созидания справедливого Казахстана. В этом направлении работает и Акмолинская ассамблея. С участием членов ассамблеи реализуются мероприятия и проекты, направленные на укрепление общественного согласия и мира, на развитие национальных ценностей, единства и гражданственности, интеграции этносов в казахстанское общество. С начала года проведено 236 мероприятий, направленных на укрепление общественного согласия и общенационального единства с охватом более 10 тысяч человек. Один из озвученных главой государства приоритетов применение науки в сфере этнополитики и усиление научного вклада ассамблеи. Важно также укреплять двустороннюю связь с государственными органами. Председатель научно-экспертной группы при Акмольской ассамблее народа Казахстана отчитался о проделанной работе по поддержке государственного языка и развитии межэтнических отношений. Члены научно-экспертной группы ведут активную общественную работу, способствуя укреплению согласия в обществе. Они презентуют и разъясняют основные положения казахстанской модели межэтнического согласия на международных конференциях, республиканских форумах, встречах с населением. В рамках программы АНК «Казахстану» проводятся встречи с населением, этнокультурными объединениями, лидерами молодежных организаций. Заведующий секретариатом Акмольнской АНК Сабырхан Кенжибаев огласил список новых членов Акмольнской ассамблеи и молодежного крыла Ассамблея Жастаре. Среди них учительница казахского языка и литературы сельской школы Селеноградского района Анастасия Ирубаева. В апреле она получила из рук президента медаль Шапогат. «Моя любовь к казахскому языку началась ещё в школе, когда я читала книги и старалась начать разговаривать. Для меня важно знать и уважать язык моей родной земли Казахстана. Это язык патриотов, тех, кто любит свою родину, общий язык всех казахстанцев. В роли преподавателя я использую все доступные способы, чтобы привить любовь к языку младшему поколению». После этого Марат Ахмеджанов вручил медаль Шапогат члену Ассамблеи народа Казахстана преподавателю казахского языка и биологии Алене Мальковой-Солоповой. Ещё 15 деятелей получили благодарственные письма от Акима области. «Нужно продвигать идеалы любви к родине, основанных на фундаментальных ценностях, таких как уважение к культуре, обычаев и традиции каждого народа. Необходимо широко использовать возможности домов дружбы, как современных комьюнити-центров для местных сообществ, центров продвижения ценностей единства, созидания и прогресса, а также волонтёрских благотворительных акций. Сегодня я ещё раз хотел бы членам Ассамблеи наших земляков всех поблагодарить за очень такую дружную работу. Мы, в принципе, во время паводков как никогда были вместе». В завершении сессии Марат Ахмеджанов напомнил, что члены Ассамблеи должны быть примером для всех граждан Казахстана. Впереди большая работа по идеологическому воспитанию молодёжи, противодействию социальным порокам, укреплению единства и стабильности. Береговая линия озера Копа должна стать местом отдыха горожан. Так сказал Аким области Марат Ахмеджанов, посетивший ряд объектов областного центра. Глава региона поставил перед ответственными лицами конкретную задачу и подчеркнул, что будет держать ход работ на строгом контроле. «В общем, этот участок будет любимым местом отдыха жителей города Кокшитов». Это берег озера Копа. В ближайшее время отсюда будет прямой выход на улицу Кенесара. В настоящее время здесь нет дороги ни для пешеходов, ни для транспорта. Местные предприниматели готовы оказать поддержку. Они намерены сделать ремонт на свои средства. Во-первых, хочу поблагодарить за социальную ответственность бизнеса. Это вот такой трудный момент, когда вся страна после наводнения останавливает. Компания решила вложить свои собственные средства для дальнейшей реализации этого проекта. Здесь тройной будет договор, кто финансирует, они будут смотреть правильные расходы. Конечно, мы будем следить за качеством. Нам самое главное – качество и сроки реализации. Мы все-таки находимся в северной зоне. Надо каждый день использовать. Каждый день. Прямо надо начинать сегодня. Кроме того, глава региона Марат Ахмеджанов ознакомился с ходом строительства двух школ на 1500 мест в микрорайоне Сараарка. Одна из них строится в рамках национального проекта «Комфортная школа». Обе должны быть введены в эксплуатацию в конце года. Ответственный подрядчик начал строительство поздно. Тем не менее, Акимобласти обязал сдать объект вовремя. Также глава региона поручил ответственным специалистам отрасли привести в порядок дороги на территории школ. Затем Акимобласти ознакомился с ходом работ на мосту около школы номер 12. Напомним, что в марте затопило более 100 домов и социальных объектов, расположенных у реки Калшакте. Кроме того, мост возле школы был смыт водой. В настоящее время ведутся работы по ремонту. Чистку мы начнем с моста Габдулина. Оттуда начнем. Временные дамы будем устанавливать, воду выкачивать, эскаваторную очистку производить, вывозить грунт. И так передвигаться. То есть вы планируете эскаватор? Глава региона поручила ответственным специалистам отрасли своевременно и качественно завершить реализованные проекты. Зарина Беккалиева, Лаура Довлетбек, Медедка Иркина, Вкукщах, Парад. Туристическая отрасль в Акмолинской области стремительно развивается и пользуется все большей популярностью как у местного населения, так и среди иностранных граждан. По итогам 2023 года общий туристический поток в регион вырос на 6% и превысил отметку в 1,3 миллионов отдыхающих. На сегодняшний день в области функционируют более 600 предприятий сферы туризма. На территории региона расположена Щучинско-Боровская курортная зона. Она находится в границах Государственного национального природного парка «Бурабай». Зериндинская курортная зона дислоцируется в Государственном национальном природном парке «Кокшитау». Также функционирует Государственный национальный природный парк «Буиратау» и Коргалжинский государственный природный заповедник. По поручению Акима Акмолинской области управлением разрабатывается стратегия развития туризма области на ближайшие 5 лет. В рамках реализации поручений главы государства по обеспечению экономического роста, туризм определен перспективной отраслью, влияющей на формирование валового регионального продукта наряду с развитием индустриального сектора, агропромышленного комплекса и креативной индустрии. По оценкам специалистов, итоги 2023 года характеризуются положительной динамикой по всем ключевым показателям туризма. За это время регион посетили более 18 тысяч иностранных туристов. Объем оказанных услуг местами размещения, то есть гостиницами, базами отдыха, увеличился на 23% и составил 21 миллиард тенге. Численность занятых в сфере туризма составила более 18 тысяч человек. Объем налоговых поступлений вырос на 21% и составил 3,5 миллиарда тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 27,8 миллиардов тенге с ростом на 58%. Специалисты также отметили, что в текущем году ожидается увеличение потока иностранных туристов. Это связано с предстоящими пятыми всемирными играми кочевников, участие в которых уже подтвердили более 100 стран. В рамках подготовки к мероприятию управлением подобраны туристические компании, утверждены туристические маршруты, сформирована база гидов-экскурсоводов. В июне планируется провести обучающий семинар для гидов. Эдуард Погребицкий, Сабербек Шерезданов, Кукщиак, Парад. В рамках национального проекта модернизация сельского здравоохранения из резерва выделят почти 40 миллиардов тенге для строительства и модернизации медицинских учреждений. Соответствующее постановление подписал премьер министра республики Казахстан Олжас Бектенов. Нацпроект реализуется во исполнении поручения главы государства, озвученного в послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года «Справедливое государство, единая нация, благополучное общество» в целях повышения уровня оказания медпомощи сельским жителям. В рамках него предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизация центральных районных больниц. Для этого из резерва правительства будут направлены средства в размере чуть более 39 миллиардов 987 миллионов тенге на строительство 297 объектов первичной медпомощи в сельских населенных пунктах, по которым готова проектная документация. Среди них медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Стоит отметить, что часть выделенных средств пойдет на капитальный ремонт двух блоков многопрофильной больницы города Степногорска и главного корпуса Адбасарской многопрофильной межрайонной больницы. В городе Косши запущен первый в Казахстане и Центральной Азии высокотехнологичный завод по производству готовых полуфабрикатов из куриной грудки. Проект реализован при поддержке дочерней организации национального управляющего холдинга «Байтирек». В пищевой сети котлеты, шницели, митболы, стрипсы и наггетсы полностью готовятся, а затем отправляются на ускоренную заморозку. Открытие завода позволило создать 90 новых рабочих мест и обеспечить работой в основном жители Косши. В настоящее время мощность производственной линии составляет 3346 тонн готовой продукции в год. Важно отметить, что до сих пор аналогичная продукция, создаваемая вновь открывшимся партнерством, полностью импортировалась в Казахстан из соседних стран. В свою очередь, товарищество планирует добиться полного импортозамещения казахстанской продукции и в будущем увеличить производственные мощности завода до 10-12 тысяч тонн в год. При этом планируется увеличить штат сотрудников до 150 рабочих мест. За первые четыре месяца этого года наблюдается значительный рост производства железнодорожного транспорта. Так, в январе-апреле производство дизельных локомотивов составило 20, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, увеличилось производство вагонов. За первые четыре месяца этого года было запущено 50 железнодорожных, трамвайных, несамоходных, пассажирских, багажных и других вагонов специального назначения. Это 8,3 раза больше, чем в январе-апреле прошлого года. Также с января по апрель было произведено 400 грузовых вагонов, а за соответствующий период прошлого года было построено всего 9 вагонов. Любовь Мартын работает кондуктором пассажирского транспорта в Кокшетау более 16 лет. За ее плечами лежит огромный опыт. За это время ей удалось поработать в нескольких фирмах. Рассказав свою историю, она отметила, что быть контролером – это призвание. Утро «Любовь Мартын» начинается с половины пятого. Собравшись, женщина ждет дежурный автобус, чтобы добраться до Кокшетауского автопарка. Работы хватает уже с самого рассвета. Кондуктор, зайдя в автобус, первым делом вытирает подоконники, поручни от пыли. Далее едет на конечную остановку с водителем за первыми пассажирами. Часто женщина встречает знакомых, родных по маршруту. Многие ей желают хорошей смены и дня. В автобусе уже столько лет проработав, даже пассажиры некоторые просто узнают, здороваются. Желают хорошей смены, хорошо отработать, удачи на линии. Также ты людям тоже желаешь всего доброго, здоровья, успехов. В этом моя работа. Мне очень нравится, вот правда. Другую бы работу я, правда, не хотела бы, вот серьезно. Работа кондуктора разделена на две смены – с 7 утра до 3, из 3 до 8. Свою деятельность «Любовь Марта» начала в 2008 году по приглашению в фирму «Тулпар». Сейчас кондуктор трудится в Кокшетауском автобусном парке. За годы случались разные случаи. К примеру, в том году из-за сильной ожары некоторые пассажиры теряли сознание. Женщина помогала людям прийти в чувства, оказывала помощь и вызывала скорую. В мои обязанности на работе что входит? Ну, это обелечивать салон. Если не работают информаторы, ну, это очень крайне редко, сейчас они во всех автобусах работают, объявлять остановки. Бывает такое, что информатор, допустим, говорит, люди там разговаривают, где-то кто-то не услышал, да? Объявляешь остановки. Пожилые люди там помочь выйти с автобуса, также подать сумку, также помочь зайти в автобус. Если мест нету, попросить кого-нибудь, кто помоложе, чтобы уступили место пожилым людям. Сейчас «Любовь Мартин» трудоустроена официально. Раньше такого не было. На ее взгляд, в нынешнее время стало куда лучше. Теперь женщина имеет стабильную заработную плату, медстрахование, пенсионные отчисления, больничный, которые ей также оплачивают. Вероника Цветкова, Шишсина Мирзак, Кукшиак, Парад. В последнее время наблюдается рост интереса к казахской культуре. Увеличивается число желающих учить государственный язык. Сегодня в областном центре открыты бесплатные курсы для представителей других национальностей, желающих изучить казахский язык. Жительница областного центра Нилуфар Амирасланова уже владеет государственным языком. Интерес к казахскому языку проснулся у неё ещё в школьном возрасте. На него повлияло богатство культуры и традиций казахского народа. «Казахский язык – один из главных тюркских языков. Об этом говорили многие философы и исследователи. Особенность казахского языка заключается в том, что он является один из самых богатых в мире. Я сама являюсь учителем английского языка, но всегда рада поговорить со своими учениками на казахском языке. Я пытаюсь поднять их энтузиазм. К этому я призываю не только своих учеников, но и всю нашу молодёжь». В целом на территории области растёт число представителей других национальностей, желающих овладеть казахским языком. В этих целях открыты центры обучения государственному языку. Сегодня по области действует 21 языковой центр. Из них один областной, 17 районных и три городских. За последние три года количество учеников языковых курсов увеличилось на 51%. В этом году сформировано 322 группы, в которых обучается более 3700 слушателей. Из них число изучающих государственный язык превысило 3000 человек. Ещё одна Акмоленко, владеющая государственным языком, представительница немецкой национальности Карина Рот. Преподает казахский язык в одном из городских центров образования. «Моя главная цель – привить подрастающему поколению чувство любви и патриотизма к нашей стране, сформировать хорошую личность. Я считаю своей главной целью повышения статуса казахского языка, так как я родилась в Казахстане». В областных и районных центрах работают несколько клубов – «Тельдей Сейк Достар», «Казакша Сойле», «Мертебе», «Казакты Казак Теле» и другие. Здесь обучаются тысячи слушателей, оттачивающих свои языковые знания. Эдуард Погребицкий, Фариза Салбекова, Журцыны Мерзак, Жамбал Балтаев, Кукщиак, Парад. Режиссер известных в стране произведений Айман Меншолпан, Анша Бала, Куземе Кара, Жангак Агаш, удостоенный гран-при Пусанского кинофестиваля «Ерлан» Нурмахамбетов, начал снимать 16-серийный кинопроект в Акмолинской области. В Урабай идут съемки сериала «Каникулы оффлайн Айканат», известной франшизе, в центре которой дети уникальной школы. Сюжет повествует о деревенском мальчике, жизнь которого резко изменилась после поступления в городскую школу. Главного героя сериала сыграл студент Национального университета искусств Шабет Саят Атабай. «Имя моего персонажа Айбол – 15-16-летний ученик 10-го класса. Очень интересная роль. Учащийся, который не находит свою профессию, пробует себя в каждой понемногу. Начинает узнавать новое. Мне очень интересно». «Я играю роль Миланы. Персонаж любит носить разные красивые вещи, любит выделяться. Я тоже такая же в жизни. С первого дня я сильно увлеклась ролью. Никаких сложностей не было. В сериале снимаются 14 актеров». Съемки сериала начались месяц назад. Стоимость проекта – 125 миллионов тенге. Произведение, которое снимается в жанре комедии, состоит из пяти частей – 16 серий. Генеральный продюсер сериала Эрнар Курмашев. «Мы уже сняли четыре части. Сейчас пятая часть снимается в школе Айханат. Это про мальчика, который у нас в четвертой части отдыхает в лагере. И его мечта, так как он из-за ула, поступить в эту прекрасную школу, получить крутую возможность, дальше поступить в одни из лучших вузов Казахстана. И идеей пятой части является то, что мы уже показываем, как он учится здесь, как он дальше реализует свою мечту. Не просто уже дальше поступить, а найти свое предназначение». В съемках данного сериала приняли участие более 200 учеников школы Айханат. Этот проект – первая полнометражная работа молодых актеров. Съемки продолжаются, несмотря на плохую погоду. Премьера телесериала запланирована на одном из отечественных телеканалов в сентябре 2024 года. Стоит отметить, что Айханат – это масштабный проект по обучению сельских детей. Отобрано более одной тысячи учащихся. Предпочтение отдается детям из многодетных и неполных семей. Зарина Беккалиева, Резагуль Шаменова, Медедка Иркина, Вкукши, Ахпарат. Сегодня молодежь получила консультацию по трудоустройству от правоохранительных органов. Также по открытию депозита для получения жилья от представителей от Басы в банк. Такое мероприятие областной молодежный ресурсный центр проводит каждый квартал для молодых людей. В мероприятии приняло участие несколько организаций. Информацию предоставляла каждая из них. Все желающие могли узнать больше о работе в предприятиях и госорганах. «Наш завод был открыт в 2021 году. Нам сейчас нужна молодёжь, поэтому нас пригласили на это мероприятие. Молодые люди подходят, спрашивают. Многие из них спрашивали про зарплату. Были вопросы о заводе и чем мы занимаемся. Спрашивали, какие специалисты нужны». Большую часть посетителей ярмарки составляют студенты. Они стремятся эффективно проводить своё время, а не сидеть, сложая руки в летний сезон. Согласно отчёту, за пять месяцев областной МРЦ была проконсультирована около 80 человек. Ежедневно молодёжь может обращаться к консультантам, получив от них необходимую информацию. «При молодёжном ресурсном центре, получается, у нас есть центр обслуживания молодёжи. Молодёжь может прийти к нам с 9 до полседьмого. У нас там сидят консультанты, которые по графику могут проконсультировать, по госпрограммам, также по юридическим вопросам, психологическая помощь». Консультации проводятся в областном молодёжно-ресурсном центре либо в торговых домах, где собирается большое количество молодёжи. Вероника Цветкова, Самал Искакова, Алишер Шакубаев, Кукшиак, Парад. В дошкольных воспитательных учреждениях проходят прощальные мероприятия с выпускниками подготовительных групп. В Кукшитовском яслисаду Арай прошёл утренник «Прощай, мой детский сад». В ходе него малышей познакомили с профессией лётчика. Дети из группы «Шуглай» и Аслисада Арай пришли на прощальное мероприятие. Подготовившись, девочки и мальчики надели костюмы пилотов и стюардесс. Их поближе познакомили с обязанностями членов экипажа. Узнав тонкости профессии, ребята представили для собравшихся небольшой концерт. «В этом году мы выпускаем из сада в первый класс 72 ребёнка и шести предшкольных групп. Заложив фундамент знаний на уровне групп предшкольной подготовки, уверена, что каждый из них станет образцовым учеником. Мы хотим, чтобы у наших выпускников было много знаний, чтобы они были трудолюбивыми гражданами». На территории области в этом году дошкольные воспитательные учреждения выпустили около 8 тысяч детей, ещё 5,5 тысяч закончили подготовительные классы. По предварительным оценкам, в новом учебном году впервые переступят порог школы около 13 тысяч детей. Эльмира Оспанова, Макпалай Бабина, Алишер Шакубаев, Алмаз, Адвакасов, Кокщия, Акпарат. На турнире Кубок вызова ABC, который проходит среди женских команд по волейболу в столице Филиппин Маниле, сборная Казахстана вышла в финал. Казахстанские девушки соревновались в полуфинале с хозяями поля командой Филиппин. Сборная Казахстана обыграла соперника со счётом 3-0. Во втором полуфинале вьетнамская команда обыграла Австралию со счётом 3-0. Таким образом, Казахстан теперь поборется за медали высшей пробы против действующих чемпионок сборной Вьетнама. А соперницы отечественной сборной по полуфиналу из Филиппин встретятся в матче за бронзовые медали с Австралией. Вторая ракетка Казахстана. 39-я ракетка мира Юлия Путинцева прошла во второй раунд турнира «Ролан Гаррос». Казахстанская теннисистка провела свой первый матч с американкой чемпионкой США 2017 года Слоуэн Стивенс, которая на четыре ступени выше в рейтинге. До этого соперницы встречались между собой семь раз, в четырёх из которых победила Путинцева. Встреча длилась 56 минут. В её ходе Путинцева один раз подала на вылет, реализовала четыре брейкпоинта из четырёх и допустила две двойные ошибки. У Стивенс ни одного эйса, один нереализованный брейкпоинт и три двойные ошибки. Следующей соперницей Путинцевой станет победительница матча Кейти Бултер. Первая ракетка Казахстана, 17-я ракетка мира «Александр Бублик» вышел во второй раунд турнира «Ролан Гаррос», который проходит в Париже. Казахстанский теннисист в первом раунде встретился с французом Григуаром Байрером, который занимает 112 место в мировом рейтинге. Бублик выиграл три сета со счётом 6-4, 7-5, 6-3. В соревновании, которое длилось 2 часа 15 минут, он использовал 7 из 16 брейкпоинтов вместе с 11 тузами. Баррер отличился двумя тузами и четырьмя брейками. Следующий соперник Александра Бублика – 41-я ракетка мира Герман Ян Ленард Штруф. Он обыграл аргентинца Романа Андреса Буручага, занявшего 144 место в рейтинге в своём первоначальном матче 6-3, 6-2, 6-1. На этом наш выпуск подошёл к концу. Увидимся с вами в следующем эфире.